Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Всё обо всём с Еленой». Сегодня 22 января, пятница, и у меня очередная прогулка. Я еду в центр города и попытаюсь пройти к парку под открытым небом кованых фигур. Очень интересное место. Я там ни разу не была, но вот как по описанию. Очень интересное место. Там более 200, по-моему, кованых фигур, изделий. Ну вот, что увижу. И кому интересно, поехали вместе со мной. Сегодня оттепель. После вчерашних минус 22 ночью мороза, а в пригородах Донецка вообще было минус 30. Сейчас оттепель плюс 2 градуса. Всё тает. Снег мокрый. Оттепель. Ну, нас и предупреждали метеорологи, что погода будет меняться, погода непредсказуемая, практически аномальная. И поэтому нужно следить за своим здоровьем, за давлением, за сердечком своим. Вот так, дорогие мои. Будьте внимательны к своему здоровью. Ну, а так, приглашаю на прогулку в центр Донецка. Сейчас я иду к автобусной остановке. Не к автобусной, а к трамвайной остановке. Надеюсь, что я уеду сегодня трамвайчиком. Да, еду до центра. Ну, а если не повезёт с трамвайчиком, с трамваем поеду маршрутным автобусом. Снег осел весь, с крышка поет. Копель весна весной. И даже не верится, что буквально вчера было минус 20. Погода с сюрпризами. Ну, надеемся, что таких холодов больше не будет. Хотя, всё можно ожидать от этой погоды. И не только в Донецке. Передают по новостям, что во многих местах вот такая аномалия погодная. То на минус 10 понижается температура ниже нормального уровня, то сейчас выше на несколько градусов. Это вообще... Ну, ладно, я иду по улице Сальской. Сейчас сверну и направляюсь уже к трамвайным линиям. До встречи уже в городе. Вот, ребята, я доехала до места. Сейчас расскажу, как я ехала. Значит, трамваем номер 8 доехала до центра, до кольца трамваев и пересела на троллейбус номер 5. И ехала по улице Университетская. Это от Золотого кольца. И доехала так. Университетская 52. И я сейчас нахожусь вот при входе в парк под открытым небом кованых фигур. Сейчас пройдёмся и посмотрим вместе с вами. Хочу сказать, что проезд в трамвае и троллейбусе в Донецке стоит 6 рублей, а маршрутный авто стоит 10 рублей. Вот так сегодня я доехала быстро. Погода шикарная. Мокрый снег лежит, капает с деревьев. В общем, после 20-30 градусного мороза наступила оттепель. Ещё раз хочу предупредить, как нас медики уже предупредили, предупреждают, что следите за здоровьем. аномальная такая погода то превышает норму на 10 градусов, то ниже нормы на 10 градусов. В общем, что-то природа нас проверяет на прочность. Но мы устоим. Всем здоровья! А я начинаю свою прогулку по парку кованых фигур. Ну, этот парк, хочу сказать, организован был в 2001 году. Мастера ковального производства устроили здесь фестиваль, выставку, и потом решили оставить всё это для Донецка. и вот такой парк создали. Здесь проходят также фестивали, конкурсы мастеров ковальных дел, ну, по-другому сказать, кузнецов, да, не перевелись ещё, хочу сказать, на Руси, ну, не на Руси, на земле мастера. И мы сейчас убедимся в этом. И стали проводиться здесь фестивали, конкурсы, все произведения ковального мастерства остаются здесь, в Донецке, для того, чтобы дончане пришли сюда. Сквер здесь очень замечательный, парк такой. Это вот от улицы Университетская сразу буквально в двух шагах. Можно прогуляться, посидеть на скамеечках, полюбоваться. Природа здесь такая, прям вообще деревья. Это в городе всё. всё почищено, все дорожки. Помните, что буквально два дня назад падает снег с осен. Ну, я думала, что будут подписаны, хотя бы, что это обозначает, что задумал автор. тут и фигурки вот сидят. Вот эти вот. Вблизи показываю. Ну, как называется и кто автор, здесь не написано. Можно также посидеть, сфотографироваться. Конечно, когда здесь зелена, симпатичнее смотрится. Ну, пойдём дальше. вот тоже впереди какая-то вкованная фигура. Ну, да, интереснее было бы, если было бы подписано это всё. Непонятно, колокольчики. Что это? сейчас обойду тоже. Посмотрю. А, нет, вот подписано. Так, букет Майстрив, выткованный на Ивано-Франкиевскому Международному Ковальскому фестивале у травни, ну, это май, 2006-го уроку. Так, это, значит, у нас букет такой мастеров. Так, ну, посмотрели. Дальше пойдём. Вот, вот здесь пройдусь. Всё по порядку, обойдём, посмотрим. Угу. Поглядите, такой земной шарик, наверное, в очучках задумался, что творится на земле. Так, тут у нас Киев, тут у нас город Париж, А тут у нас что? Ох, Токио. Ну, понятно. Так, ну, всё, будем смотреть. Так, познакомьтесь, это лесовичок такой у нас глазастый, и держит он в руках замочек. Загадывается желание, открывается этим замочком все желания. Кто посмотрит ему в глаза сейчас внимательно, у того сбудется желание. Загадали? я тоже загадала. Ромашишки. Ой, а на ромашишках-то посмотрите, сейчас я вам покажу, кто это. Какая прелесть. Узнаёте? Дюймовочка. Сейчас я её очищу от снега. Вот она такая дюймовочка. Так, этот у нас самоделкин, что ли. Поближе покажу. За столом сидит. Тут у него всякие гаечки, болтики. Можно присесть с ним, поболтать. Добренький, добренький. Видите, улыбается, даже усы у него есть. Интересно. Ребята, я был однажды славной игрушкой безымянной, так даже в магазине никто не подходил. Тут даже чебурашка с молотком. тоже мастер кованных дел. Так, как бы мне его показать-то? Вот так. Чебурашка. Узнаете? Так, ну, а это голова богатырская из Русланы Людмилы. Посмотрите на эту голову, которая растет прямо из земли. Бедный богатырь, сколько же тебе здесь придется в земле торчать? Вот я его обойду, покажу. Да, здесь очень красиво будет летом. Дерево с райскими яблочками. Ах ты! яблочки какие! Вот, наверное, царь-батюшка своих сыновей и посылал за райскими яблочками. Они, оказывается, здесь дерево-то находится в Донецке. Ох, щука! По щучьему велению, по моему прошению, сделай так, чтобы на земле все было мирно и воцарился мир и все люди были здоровы. Что тебе стоит, щука? Ну, пожалуйста, пожалуйста, очнись, проснись. Вот такая. Бочка-то хорошая в хозяйстве пригодилась бы. муха-муха-муха-цикатуха, позолоченная брюхо, муха-пополю пошла. Ну, что дальше? Продолжайте. Правильно. Муха денежку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Действительно так. Вот, идем мы по дорожке. Идти просто прелесть. Шикарная погода, теплая, плюс два. Даже не верится, что вчера мы умирали от мороза, и когда я гуляла по своему району, кировскому, у меня даже прерывался голос, потому что морозный воздух вдохну и все, и задыхаться начинала. Вот такая арка. Замечательно. И везде скамеечки есть, и везде чисто. Ой, сколько здесь много. А, больше двухсот здесь экземпляров, фигур, скульптур, как хотите. Вот конь у нас. Сивка-бурка, вещий-каурка. Вот он какой. Так. Там тоже вдалеке какие-то фигурки. Зонтик. Небольшой такой, видно, мосточек. Ой, а это качеля. Качели-качели, я не пройду мимо. Ну, здесь кто-то уже качался. Настоящая. Вот, к сожалению, я одна, меня некому сфотографировать. Здесь написано, кто автор. видите, видите, на качельку сесть можно и покачаться. Ой, с детьми погулять здесь так шикарно. А вот зонтик. С него все капает, с деревьев капает. И везде скворечники. Так, ну, это стул, наверное, для гулливера. вот такой, посмотрите, фонарь. Ну, шикарно. Ой, ну, я бы забралась, конечно, на него, посидела бы на таком троне. Пойдем дальше. Ну, а это в центре всей композиции музея под открытым небом. Вот находится, не знаю, памятник, наверное, скульптура самому кузнецу, который сейчас что-то создает. Творчество у него происходит, творческий процесс. В 2013 году это было создано. Гефест. А, Гефест. Вот так. И вокруг него, вот этой вот аллейки, сейчас я подойду поближе, вот такие кованые небольшие фигурки, цветы. Смотрите. Ну, разве не замечусь? Сейчас подойду поближе. Посмотрим ему в глаза, как он сосредоточенно работает. Вот он замахнулся, и каждый жест его точен, и каждый удар его находится в творчестве. Так, Чернов, Шиловка. Что тут? В кузнеце останется народу. Чудо, чудо. Плохо видно. Так, что-то здесь написано, но уже не совсем понятно. Вот маска какая. Вот здесь. Вот видите, создали люди такую красоту и поделились. И вот посмотреть, вот видите, вот убираются. Девочки убирают. и здесь тоже, смотрите, арки все кованые. Все это, ну, я считаю, что это с любовью все сделано. и люди не спрятали где-то в закрома, а показывают это все нам. Вот такая, ну, что-то художники хотели донести до нас и колокольчики здесь. Что еще я вижу? Журавлик. Ой, вот тут какой-то крест. Ну, что-то тоже это несет. Не подписано, к сожалению. А здесь такая арка Ярила, солнце. И дальше вот так пройтись. Скамеечки стоят, кованые скамеечки. Я очень довольна, что сюда попала. Я надеюсь, вы гуляете вместе со мной. Ау-ау, вы еще здесь. А это арка из бабочек. Смотрите, вот я сейчас поближе поднесу. Вот сколько здесь бабочек. Но все же это нужно было придумать, воссоздать вот такие скамейки. Еще одна арка. Ох, а здесь-то дракон. Ну, вот люди не ленились, трудились. И все это безвозмездно подарили городу. И дончане приезжают сюда и любуются. Ну, а это арка влюбленных, я уже думаю, посмотрите. Стоят они наверху, держать за руки. Там еще один человечек идет. На этой арке гроздей винограда. А вот амур такой ангелочек поет. конечно же, это амурчик. Видите, стрелы, лук. Замечательно. Все понятно. Значит, это арочка любви. Кто пройдет под этой аркой, взявшись за руки, тот будет долго и счастливо жить вместе. Вот тоже он и она. Вот такая беседка. Здесь тоже можно пройти. Вечером здесь светятся фонари. Напомню, что это на улице Университетской. От Золотого кольца проехать буквально пять остановок на любом троллейбусе, который едет по улице Университетской. Ну, как же, уже молодые пристегнули здесь замочек. Да тут много, посмотрите, замочков. А вот Александр и Юлия, 2020 год, 11.01. Ну, и счастья им на долгие-долгие годы. Так, сейчас вот здесь пройдемся, а потом еще много здесь всякого интересного. О, вот здесь написано «Люблю», где написано «Это часовенка, ребята». Сейчас все написано хорошо. Так, «Обыденная часовня святых Космы и Дамиана сооружена усердием и усилием, усилиями мастеров». Ну, и здесь видите фамилия мастеров при содействии. Это в 2018 году была сделана часовенка. Браво мастерам, браво! Видите, даже иконки все выковано. конечно, у меня восторг полный. Вот родители, которые занимаются воспитанием детей, могут привезти сюда своих деток и рассказать евро 2012. ну вот смотрите, у дракона футбольный мяч. Так, черновцы, купель, кришталёв, кришталёва купель. Ну, я что-то, может быть, плохо заметна, вообще лучше я не буду читать, то, может быть, что-то я неправильно прочитаю и кого-то могу обидеть. Вот там тоже мужчина сидит на очень красивой скамейке необычной. Ну, что, двигаемся дальше по парку кованых фигур, кованых изделий. Замечательно просто А вот любителям футбола тоже есть такая композиция. Смотрите, бутсы футбольные, мяч футбольный, ну, естественно, первое место. Ну, вот, кто автор? Опять же, не написано. Конечно, это немножко, вот, да не то, что огорчает, но хотелось бы прочитать, кто автор, какую художественную может быть, мысль хотел донести до всех. Очень интересно. Так, карета. Карета, наверное, какой-то принцессы. тоже очень красиво. По крайней мере, это все необычно. Где бы я ни была, я такого не встречала. Вот, правда, в Крыму есть небольшой парк, но там не так интересно. Так, что это такое? Ну, не могу сказать. Может, кто-то и догадается. это только, так, еще вот у нас, так, что это? Евро 2012, УФА, ну, опять же, с футболом правильно, потому что донецкий шахтер и раньше славился, и сейчас он на слуху. Так, что тут? Днепродзержинск, Донецк, ну, вот так. Неплохо, симпатично тоже. и бежит футболист. Донецк, 150 лет. сейчас подойду, девочки отдыхают. Почистили все, отдыхают. Ну, это тоже все связано с футболом. Ой, это что за чучундра? Это какое-то чучундрочка такая страшная, непонятная, тоже с молотком и щипцами кузнечными. И здесь вон висит булавка. Ну, непонятно, что. Так. Это шахтер, что ли? Может быть, и шахтер. Ведь художников же не поймешь. Они что-то придумают, потом догадываются. по крайней мере, каска шахтерская. И вот это кайло тоже раньше добывали вот этим орудием уголь. О, чуть не прошла. А, ребята, это чертик. откуда вечера на хуторе близ диканьки. Чертик, который как у нас там кузнеца-то к царице на себе прикатил. А это черевички, которые носила сама королева, царица, царица российская. Так, а черт в акулу, по-моему, да, на себе нес-то в столицу. Да. Так, вот она сама баба-яга на метле. Ой, и кот у нее еще на плече. Боже, и зуб у нее еще, ребята, а зуб-то натерли как. Смотрите, ну красотка, красотка. Слышишь, дай покататься на метле, а. Супер. А серьги-то какие, ребята. Ох, носик. Симпатюля. Бабка-то ешка. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Познакомьтесь, помните, Папанов озвучивал в мультике «Летучий корабль». Вот он какой. Привет, привет, водяной. Так. Здесь непонятно, что. Там внутри столик. Вот такой конус какой-то. А что он несет? Ну, не знаю, не написано. Так, еще чуть-чуть пройдусь. так. это, знаете, наподобие черного квадрата Малевича, так и здесь 13. Число 13, что ли? Не знаю. Так. Это какая-то вот скульптура. Поближе надо все, то на фоне деревьев она теряется все. Так, какие-то висюльки непонятные. Ой, а это что? Глаз всевидящее око. часы. Ну, как же, я сразу-то не догадалась. Видите, здесь цифры. Вечные часы. Так, что у нас здесь? Тоже какая-то фигурка с драконами. Стол. Такие вот скамеечки. Можно подняться. Ну, некому меня сфотографировать. Тут птичка. Вот видите, еще надпись любимому городу 140 лет. А чуть дальше надпись Донецку 150 лет. Замечательные люди, дончане. И все равно не перестаю говорить, что несмотря на все трудности, все для дорогих людей, для дончан делается. на скрипке играет. Ну вот, дорогие друзья, наша необычная сегодняшняя прогулка по очень интересному парку, необычному парку, даже, я сказала, фантастическому какому-то парку, который находится в городе Донецке по улице Университетской, заканчивается. Я хочу сказать всем спасибо, кто был со мной, и сказать также благодарность, слова благодарности тем людям, которые вот этот парк организовали, тем мастерам, которые придумали вот такие необычные экспонаты, которые действительно интересны не только взрослым, не только детям, но и взрослым. Я с удовольствием прогулялась по этому парку, и думаю, что вы тоже получили удовольствие. Хочу обратиться ко всем гостям, которые зашли ко мне на секундочку или на минуточку, или остались до конца видео. Большое вам спасибо. Не забывайте подписываться, не забывайте нажать на колокольчик. Вам это очень просто, а мне это очень приятно. Ну что, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. До следующих видео, до новых встреч, до новых прогулок. Пока-пока, с вами была Елена. Всего вам самого доброго.